Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить организаторов за то, что нас, педиатров, пригласили сюда. Поскольку мне представляется, что в обсуждении любой проблемы в медицине на сегодняшний день очень важен междисциплинарный подход. Потому что когда мы из года в год встречаемся со своими коллегами на научно-практических конференциях и обсуждаем одни и те же вопросы с разных сторон, но с известным подходом, с позиции одного и того же, то наука мельчает, потому что мы начинаем копаться в мелочах. Я не буду повторяться в том, что сказала уже Виктория Владимировна. Единственное, хочу обратить внимание, что на вот эту самую гипермобильность суставов генетики обратили внимание еще в 1955 году. Макьюзик – это ведущий генетик мировой с мировым именем, каталог которого генетически опубликован в интернете. Вы набираете Макьюзик и находите 5,5 тысячи известных генетических заболеваний на сегодняшний день. Выделил группу наследственных заболеваний светильной ткани и скелета. Достоверную частоту встречаемости этой самой недифференцированной дисплазии светильной ткани, к сожалению, никто не приводит. Почему? Потому что официальные статистические данные формируются по узкой специальности того врача, к которому обращается пациент с ведущим каким-то симптомом. И, к сожалению, мы забываем о том, чему нас учили еще в мединституте, а не в медакадемии, о том, что мы лечим больного, а не болезнь. И подходим к западному синдромологическому подходу. Некоторые данные, которые встречаются в литературе, это частота встречаемости гипермобильности суставов составляет 10-15%. По данным Московского обоснованного научно-исследовательского института именно не Владимирского, где этой проблемой занимаются как раз неврологи, она составляет 25%. В литературе можно встретить некоторые данные, что дисплазия светильной ткани составляет до 70%. Но эти данные, конечно, очень сомнительны, потому что то, что превышает 50%, уже может рассматриваться как норма. Про дифференцированную и недифференцированную дисплазию говорить не буду. Про дифференцированные виды, опять же, сказала Виктория Владимировна, это наше наблюдение синдрома Эйлерса-Даннелса с патологической подвижностью суставов и гиперрастяжимостью кожи. Это, опять же, наше наблюдение синдрома Марфана. Хотелось бы остановиться на недифференцированной дисплазии. Недифференцированная дисплазия светильной ткани диагностируется тогда, когда она не укладывается в фенотип дифференцированный. На эту тему опубликовано несколько замечательных монографий, главная, на мой взгляд, из которых это Тамара Ивановна Кадурина «Дисплазия светильной ткани» 2009 года. Бальная оценка значимости отдельных фенотипических признаков дисплазии светильной ткани позволяет нам поставить такой диагноз. Это все опубликовано, я не прошу вас читать этот мелкий шрифт, просто привожу это как пример. Это наши клинические примеры детей с дисплазией светильной ткани. Вы видите патологическую растяжимость кожи, гиперлордозы и кифозы, гипермобильность суставов, крыловидные лопатки и асимметрию, стояние над плечей, опять же крыловидные лопатки и крайне клинический вариант, выраженнейший сколиоз, который требует необходимости ортопедической коррекции, уже, наверное, хирургической. Не берусь судить, судить вам. Так вот, выделен гипермобильный синдром, который шифруется в МКБ-10 вот таким образом. Кроме внешних признаков НДСТ имеются проявления со стороны всех органов систем. Мой доклад был заявлен как психоневрологический аспект, но я вас уверяю, что мы подходили к этой проблеме с разных сторон. На нашей кафедре защищены две кандидатские и одна докторская диссертация, которые касались этой темы. И у нас проводилось много студенческих работ на тему об изучении различных аспектов дисплазии на соединенной ткани. Так вот, одна из этих работ, это было изучение малых аномалий сердца у этих детей. И у нас получилось, что только 25% из диспластиков, которые были осмотрены, не имели малых аномалий сердца. Это были открытые овальные окна в более старшем возрасте, это были эктопические хорды, которые давали шумы в сердце, естественно. Это были пролапсы метрального трикоспедального клапанов, удлинение створок клапанов и другие малые аномалии сердца, которые не относятся к порокам, хотя и пороки там тоже были, вы просто не в такой статистически значимой частоте. Особую актуальность данной проблеме придает высокая частота сохранения открытого овального окна у лиц, которые по некоторым литературным данным имеют прямое отношение к сосудистым катастрофам. Кроме того, известно, что у диспластиков, поскольку человек вообще происходит из соединенной тканой трубки, и соединительная ткань у нас находится во всех органах и системах, соответственно, у детей с дисплазией соединительной ткани сосудистые аномалии, такие как мальформация, аневризмы и прочее, встречаются в гораздо большей степени. Это не наше исследование, это давно известный доказанный статистический факт. Так вот, сосудистые катастрофы при дисплазии соединительной ткани характеризуются спонтанными разрывами сосудов большого и среднего калибра. В этой группе пациентов отмечают до 60% летальности. Это литературные данные, тоже не наши. Это любезно предоставленный нами снимок для лекции Института Моники, это патологическая извитость сосудов головного мозга. Но достаточно мало внимания в литературе уделяется другим психоневрологическим аспектам, другим вообще аспектам, но в том числе и психоневрологическим аспектам дисплазии соединительной ткани. Таким как нарушение поведения, повышенная тревожность, невротическое развитие, истерикоподобные реакции, пароксизмальное состояние эпилептического и неэпилептического генеза, инуреза, задержки развития, вегетативная дезрегуляция. Этим была обусловлена актуальность нашего исследования. Мы взяли 200 детей. Поверьте мне, что вывод, который касался дисплазии соединительной ткани, был абсолютно косвенным. Мы сравнивали группу детей с пароксизмальными состояниями с группой детей без пароксизмальных состояний. Тех и других было по 100 человек. И мы их проследили в длительном катамнезе. Длительность катамнеза составила от 6 до 12 лет наблюдения. То есть сначала по месячному, потом по триместру, потом по полгода и раз в год. Соответственно, у нас получилась такая достоверность, что был подан патент и получен патент, что пароксизмальное состояние, в основном не эпилептического генеза, эпилепсия, это не касалось в данном исследовании, статистически не касалось, конечно, несомненно преобладает у детей дисплазии соединительной ткани. Это были поведенческие реакции, тики, которые возникли в дальнейшем. Это были неврозоподобные реакции, это были навещевые движения, это были синкопальные состояния, обмороки, коллаптоидные состояния и так далее. На втором этапе была сформирована группа из 230 детей с признаками уже недифференцированной дисплазии соединительной ткани, которые обращались к неврологу по поводу различных проявлений неврологического дефицита. И вот какая у нас получилась картина на основании комплексного обследования. То есть это был осмотр педиатра-невролога, консультация психолога обязательно с тестированием, психиатра по необходимости, исследование функции и консультация генетико-семейное прогнозирование. На этом слайде звездочкой отмечены те состояния психоневрологические, которые достоверно различались в группе детей с ДСТ-239 и в контрольной группе 734 ребенка. Обратите внимание, что достоверно статистические неврозы, задержки речевого развития или другие парциальные задержки, но у нас так получилось, что это были именно парциальные задержки речи, тревожно-фобические расстройства и тики достоверно чаще встречались у детей с дисплазией соединительной ткани. То есть наше первое исследование, из которого случайно получились вот эти пароксизмальные состояния, оно, собственно говоря, получилось только потому, что мы просто учитывали на протяжении жизни признаки вот этой гипермобильности и другие признаки дисплазии соединительной ткани. Таким образом, неврозы, тревожно-фобические расстройства, тикозные гиперкинезы, задержки речи достоверно чаще встречаются у детей с ДСТ, чем у детей контрольной группы, что, вероятно, связано с повышенной дезадаптивностью и возрастной незрелостью детей с ДСТ. Изучение распространенности ДСТ нам было проведено анкетирование родителей, которые посещают детские учреждения. Им были розданы анкеты и предлагалось ответить на ряд вопросов. Анкету я не предлагаю вам читать, но просто мы обратились к родителям с тем, чтобы они отметили у своего ребенка патологическую гибкость, носовые кровотечения частые, навещевые движения, инурез и прочее, прочее, что было изложено в анкете. Вот что у нас получилось. То есть, что патологическую подвижность суставов определялась в 32% случаев, гиперрастяжимость кожи в 33%, искривление позвоночника в 32%, плоскостопие в 36% и так далее. Там же были вопросы, что вам еще ставили врачи, патологию зрения и так далее. То есть, процент был очень высок. Но, прошу обратить внимание, что из полутора тысяч розданных анкет в четырех поликлиниках города Воронежа ответили родители 239 человек. Всех остальных в состоянии их детей не интересовало. Родители отмечали, что у 16,8 осмотренных пациентов медики отмечали нарушение зрения. Более чем у четверти шумы в сердце до настоящего обращения, но не предлагалось никакого обследования. И еще родители осмотренных детей сообщили, что аналогичные признаки наблюдались в 30% у других членов их семей, что уже достоверно подтверждает наследственный характер этой дисплазии. А также в 17% случаев в семье наличились гимнасты и танцоры среди родственников. То есть, это тоже как показатель повышенной гибкости. Активное выявление патологии среди детей, посещающих детской поликлиники, очень низкое. О чем свидетельствуют незнания как родителей, так и врачей о проблемах, связанных с ДСТ. Полученные данные обосновывают необходимость проведения обширного популяционного исследования для раннего выявления признаков, предотвращения инвалидности, семейной профилактики, реабилитации с включением в комплексное обследование всех специалистов. И клинический пример. Ко мне обратился мальчик Алеша, ну, с мамой, естественно, 4-х летний, жалобы которого были на длительной, сухой, навязчивой кашель. Люди, которые занимаются проблемой дисплазии с этой тканью, знают, что у них бронхолекочная патология протекает несколько по-другому, чем у других детей. Когда я стала слушать ребенка, картина, я опять же все это написала мелким шрифтом, чтобы не загружать ваше внимание, картина соответствовала картине абструктивного бронхита, то есть была выражена бронхоабструктивная симптоматика. Но, когда я стала слушать ему спину, я спрашиваю маму, что у вас с позвоночником? Она говорит, а что у нас с позвоночником? Я говорю, вы ребенка мыли хотя бы раз за 4 года? Она говорит, нам никто ничего не говорил. Я говорю, ну, вы ему спинку терли хоть раз? Сейчас поворачивается ребенок к маме спиной, и вдруг, и ах, ребенок очень худой. Обратите внимание, это его снимок. Я вижу S-образный вот так в сагитальной плоскости позвоночник, и она говорит, ох, 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 а что же нам никто не говорил? Мамочка, вы за 4 года хоть раз на спину ребенка своего смотрели, и тут выясняется, что у нее есть второй ребенок, 12-летняя девочка, которая ходит в корсете по поводу третьей степени сколиоза. Где были педиатры, куда смотрела мама и чем занимаемся мы все в поликлинике. Таким образом, необходим комплексный подход к оценке психоневрологических особенностей у детей. Обязательный учет признаков ДСТ при составлении программ лечения, реабилитации, прогнозирования. Взаимодействие педиатра, невролога, психолога, ортопеда и по показаниям врачей других специальностей может предотвратить серьезные и даже жизнеугрожающие заболевания на фоне дисплазии соединенной ткани. Полученные данные обосновывают необходимость проведения обширного популяционного исследования для раннего выявления признаков МДСТ. Нами доказано, что диагностировать МДСТ невозможно до года в связи с возрастными особенностями детей до года. То есть, это можно только предполагать возможность дальнейшего формирования клинической картины. Тем не менее, важно определение семейных прогностических факторов возможной дисплазии. И, возможно, это поможет ограничить медикаментозную нагрузку на детей первого года жизни, связанную с перинатальным поражением. Это клинический пример. Ребенок с дисплазией соединенной ткани. Мама родила второго ребенка, принесла его мне. В общем-то, клинические признаки были достаточно хорошо выражены. Мы решили не лечить пока парциальную задержку двигательную в месяц-полтора, так как это делают по нормативам детские неврологи. Все обошлось хорошо. Сейчас это уже, в общем, достаточно большие дети, конечно, с особенностями, которые должны заниматься лечебной физкультурой и оставаться под наблюдением. Нами выпущено сейчас методическое пособие местное. Сейчас оно находится на утверждении УМО. Поэтому я так очень быстро пробежала по тем аспектам, которые хотела вам доложить. Все фотографии, естественно, сделаны с согласия родителей. И позвольте вам напомнить, что каждый человек отличается от другого и с каждым днем отличается от себя, как сказал Александр Тайп еще в XVII веке. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.